Левая руля. Привет всем, друзья. Сегодня в этом выпуске я распакую вот такую вот посылку. Как видите, я сейчас не дома, я поехал за город. И чуть дальше в выпуске вы увидите, куда поехал фортовый коллекционер отдохнуть. А сейчас я покажу вам очень интересную посылку, которую получил вот только сегодня. И это книжка с очень редкими пробными банкнотами и бонами. Новый каталог Максима Загреба и Сергея Яценко. Очень он такой вот компактненький, тоненький. Сейчас посмотрим, что здесь. На самом деле мы видим уже на обложке наши привычные деньги, которые можем встретить. Видим взроски и 2 миллиона, 2 миллиона карбованцев. Это резервная банкнота, которая была сделана, но ее не выпустил Национальный банк Украины. Но она вот есть попала в конкретный данный каталог. Давайте полистаем, посмотрим бумажные деньги Украины. К 30-летию независимости Украины, друзья, посмотрите мой прошлый ролик, в котором я показывал банкноты, которые, скорее всего, выйдут в Украине. Киев 2021 год. Мы видим у нас здесь полностью содержание данной книги, что здесь. И начнем у нас, во-первых, что очень важно, это состояние, состояние банкнот. Именно от этого формируется стоимость банкноты. Вот, конечно, терминология. Это взросок, замена, браков и так далее. Вот, смотрите. И давайте потихоньку полистаем данную книгу, что же здесь. И у нас ценообразование, конечно, указано в долларах. И чтобы вы понимаете, какой курс сейчас, он здесь у нас указан. Вот, это карты с поживачьев. Возможно, некоторые из вас видели на своих чердаках у бабушек, у дедушек вот такие вот бумажные карточки и сколько они сейчас стоят в неразрезанном виде. Можем дальше-дальше полистать. И переходим к карбованцам. Смотрите, даже есть в ультрафиолете. Очень круто, что сделали, потому что в прошлой версии в ультрафиолете не были показаны. Конечно, 25-ки очень редкие, довольно дорогие. Тем более, взроски. Некоторые наборы и даже не было проходов на аукционах. И они только-только в частных коллекциях находятся. Вот, смотрите, банкнота в ультрафиолете. Гляньте, как красиво отобразили и показали, как показывается банкнота в ультрафиолете. На самом деле, эту книжечку можно купить на сайте у Максима Загребы. Ссылочка будет в описании. Если кто захочет, пожалуйста, переходите. Там можно приобрести. Это у нас наши карбованцы. Смотрите, какие даже очень интересные дизайны, которые некоторые даже не видели. Если вы захотите продать свои банкноты, которые у вас дома, обратите внимание на состояние. Как у вас уголки, нет ли перегибов. И, конечно же, именно это формируется. Ну, вот видите, тут здесь несколько граф по стоимости, сколько стоит банкнота. И от простого состояния до состояния, которое не было в обороте банкнотки. Только такие я рекомендую себе добавлять в коллекцию. Дальше мы видим сертификаты. Очень интересная вставочка. Это подписи глав Национального банка с элементами, видите, на банкнотах, как оно выглядит. Вот Матвиенко, Гетьман, Ющенко, Стельмах, Тегибко, Арбузов, Соркин, Кубов, Гонтарева, Смолей и Шевченко. Сейчас, конечно же, Шевченко. Тот, кто глава сейчас Национального банка. Видите, кстати, у Ющенко несколько вариантов подписи. Если вы обратите внимание, чуть-чуть, вот, то несколько вариантов, как он подписывался на банкнотах, они вот отличаются. Давайте дальше полистаем. Это наши гривны самого первого образца. Кто знает по дизайну, как выполнен здесь Владимир Великий, напишите в комментариях, почему именно такое изображение. Хотя, по факту, он обычно с бородой всегда показывался. Давайте дальше полистаем. Это наши пятерки, взроски. Очень вот такую банкнотку я себе думал прикупить, но пока не встретил в хорошем состоянии. Вот, давайте дальше. Вот это вот те банкноты, которые вышли в наборах. Я в прошлом видео рассказал про этот набор. Обратите внимание, здесь написано неплатежная банкнота. И они у нас ограничены тем тиражом, который был в Национальном банке, выпущен в банкнотах. А вот эти взроски, здесь тираж однозначно гораздо меньше и цены, соответственно, гораздо-гораздо дороже вот этих банкнот. Но я даже не держал вот эти банкноты, не держал. Эти у меня есть в коллекции. Давайте дальше посмотрим. Вот, давайте ближе посмотрим. Это очень интересный дизайн неутвержденной пробы. То есть, это проба 10 гривен. Посмотрите, очень интересно. Здесь мы видим Шевченко, но на самом деле Шевченко попал только на 100-гривневую банкноту. А здесь у нас Иван Мазепа. Вот еще неутвержденная проба 100 гривен. Тут уже Шевченко разместили. Вот, обратите внимание, с номером, как выглядят данные банкнота. И вот так же смотрим неутвержденная банкнота 200 гривен, друзья. Очень-очень интересная. Посмотрите, какой дизайн, как тут довольно, конечно, в темном формате отображается Лесси Украинка. Это у нас все серии банкнот, которые были с одной гривной. Посмотрите, можно обратить внимание и по стоимости, какие серии гораздо подороже. В этой книжечке вы сможете найти серии всех-всех банкнот, которые авторы добавили в данную книгу. 10 гривен Иван Мазепа. Вот такая красная голова. Обратите внимание, по стоимости. Конечно же, очень важно состояние. Если в обычном состоянии она стоит только 10 гривен, если в идеальном, то гораздо-гораздо дороже. Порядка 200 гривен оценена данная банкнота. Ссылочку, где можно купить данную книгу, я оставлю в описании. Про эту банкноту я рассказывал в прошлом выпуске. На него будет ссылка в описании. Это у нас юбилейные банкноты, посвященные 160-летию франка. Вот так они выглядят. Зразок в нескольких форматах. В конвертах, кстати, она выпускалась. Конверт новый сейчас уже можно заказать на сайте НБУ в магазине. Это у нас взроски уже новых банкнот, которые вы видите, которые мы сейчас можем получить на сдачу. И давайте перейдем. Тут уже современные деньги. Это у нас листы неразрезанных банкнот, буклеты. Вот, соответственно, вот такие коллекционные наборы выходили. Можно собирать. Это карбованцы. Они, кстати, в свое время стоили довольно дешево. Вот в таком вот альбоме. Это банкноты в серебре, серебряные пластинки. Потом у нас акриловые блоки. Также они доступны для покупки, были в Национальном банке. Банкноты с подписями. С подписями на тут глав Национального банка. Гляньте, они здесь попали в каталог. Это очень интересно. И можно сравнить, посмотреть, как подписывались они на банкнотах. И потом живьем, например, на слетах коллекционеров. Вот фальшивые банкноты, которые были указаны, что это фальшивые банкноты. Гляньте, очень интересно. На самом деле в то время могли перерисовывать, дорисовывать. Видите, к 2 гривнам дорисовывали 0. И получалось, что это 20-ка у нас. Вот, друзья. И дальше у нас это презентационная папка, в которой мы видим показана бумага, соответственно, на которой у нас делались банкноты. Гляньте, как она красиво здесь отображена. А теперь давайте перейдем к следующему блоку этого видео. Я буду кататься на яхте и узнаем немножко больше об этом виде отдыха. Кому интересно, продолжайте смотреть. Сегодня фартовый коллекционер отправляется за город и на очень интересное событие. Сегодня планируется яхта. И еду с товарищем. Привет. 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 Это будет старый Салтов. Сейчас еще мгновение, и вы увидите, куда же мы приезжаем. Небольшой музей каких-то лодок. Гляньте. Выглядит довольно быстро. Специальные чехольчики. Но это посерьезнее. Это яхта на два человека. Это гоночный класс яхты. Здесь это келевая яхта. То есть она не переворачивается. Ну и парусности у нее тоже не столь много, сколько оно рассчитано для переворотов. То есть обычная яхта. Он в состоянии где-то тысячи четыре где-то ориентировочно. Ага, четыре тысячи долларов, да? Ну да. Так, ну что, мы выходим на пирс. Собственно, отсюда будем отплывать. Но сегодня нет ветра. Будем отплывать, скорее всего, уже завтра. Ждем хорошей ветреной погоды. Потому что у нас будет не моторная, а именно парусная лодка. Такие ребята, кто знает, сколько стоит. У кого может своя такая, напишите в комментариях. Вот сколько стоит, например, вот такая лодочка. Смотрите, здесь главное не провалиться. Пока снимаю вам видосы. Так, ну что, на какой мы будем плавать завтра? На этой? Да, на этой. Ага. Ну вот, собственно, такая обычная, простенькая. Конечно, хотелось бы на какой-нибудь побольше поплавать. Может быть, на такой. Давайте дальше прыгнем. Опа. Посмотрим, что тут еще есть. Какие яхты. Оп. И вот, вообще прям супер-мега-стильная. Мне нравится. Вот на такой хочу покататься. Малибу. Да, то, что надо. Ветер немножко поднялся. Смотрите, ребята покатали. Полностью закрыта у них кожа, чтобы не сгореть. Скажи, пожалуйста, Кирилл, а вот что нужно, чтобы стартовать? Например, мы захотим попробовать самостоятельно походить под парусом. Что для этого надо? Ну, смотри. Во-первых, самостоятельно у вас не получится ходить. Но это как минимум 15-20 уроков, чтобы научиться самому ходить. Ну, один урок стоит ориентировочно 250-300 гривен. Какая лодка выдается для такого начала? Вот мы проезжали ребят маленьких, у них какие-то совсем такие... Ну, смотри, дело в том, что у них лодки рассчитаны по весу, по весу самого человека. Вот. То есть лучше учиться на прогулочной лодке, типа на которой мы сейчас катаемся. То есть это 6 метров длина. Ну, я рекомендую раз в 3 дня по 2 часа заниматься этим. Тимист – это начальная лодка для того, чтобы ребенок понимал, как яхта рулит, как поворачивать, как вести себя, как лучше при слабом ветре, как лучше при сильном ветре. Бывает несколько видов парусов, разные по ветру они ставятся. Ну, короче, много разных фишек. Проплываем тут небольшого аллигатора. Вот это квасочек, лучший квасочек за последнее время, вот так проплывая. А что ты делаешь сейчас? Город опускаю. Ага. И на веслах дойдем, да? Ну, да. Самое сложное в управлении подобной лодкой – это, конечно, подход и отход от пристани. Вот такой казус произошел. Нужно действительно быть очень внимательным, чтобы не подскользнуться на лодке, потому что, ну, как вы увидите дальше, это освежает. Сошел. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Давайте сделаем небольшой квест. Если вы досмотрели до этого момента, начинайте свой комментарий со слова «лодка». Давайте всех удивим. И до новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok